Более 10 часов на ногах в борьбе за чужую жизнь. Часто именно так проходят сложные операции. В Ветлабе Рязанского медицинского университета под руководством заведующего кафедры акушерства и гинекологии РязГМУ главного врача УКБ Дмитрия Хубезова оперируют практикующие хирурги из Тульской области и Калуги. Мастер-класс по лечению рака толстой кишки начался в реальной операционной рано утром. Тогда гости просто наблюдали за ходом двух операций. Далее уже на базе РязГМУ повторили все манипуляции на лабораторном животном. После чего все участники получили свидетельство об окончании мастер-класса из рук ректор вуза профессора Романа Калинина. Многое цель, наверное, совместно с Романом Андреевичем, мы это много раз говорили, чтобы все-таки при всей, так сказать, коррективности, эксклюзивности наших лидеров-хирургов, чтобы это все тиражировалось, чтобы в отделении оперировал не один человек, не два, так сказать, а много. Уникальный опыт взаимодействия областных больниц и университетов. Вот, наверное, это пока то, чему, может быть, коллегам необходимо идти. Или всем вузам, чтобы выстраивать такие же хорошие партнерские отношения, когда идет сначала один этап работы, там, другой. Здесь это только образовательное составляющее, потому что на самом деле, когда-нибудь все это глубже, и это идет та работа системная, которая выстроена. Хирург из Тула Григорий Саневич в профессии 25 лет. Он признает, что общение с рязанскими коллегами для него более чем полезно. Курс живой хирургии, операции на Ветлабе, она тоже очень важна для нас, потому что, например, в нашей больнице мы делаем открытые операции, а лапароскопические только осваиваем. И приобретение практических навыков, оно очень важно для хирургов. Важно, что по возвращении домой все врачи будут внедрять лапароскопические технологии в свою практику. После чего они пригласят с ответным визитом рязанских специалистов. По мнению заведующего кафедры акушерства и гинекологии РязГМУ Дмитрия Хобезова, врач – это та профессия, в которой необходимо постоянно развиваться и совершенствоваться. И обмен опытом является неотъемлемой частью этого процесса. По сути, смысл всех конференций – мы ездим, смотрим, кто как делает, и уже мы понимаем, кому надо проситься приехать посмотреть вживую. Для этого все вот эти международные съезды и конференции нужны, чтобы понять, кому поехать на стажировку. По крайней мере, я для себя поступаю так. То же самое и для наших коллег, я думаю, получили пошаговую инструкцию, как делать. С собой мы им дадим лекции, с собой мы им вышли потом фильмы, то, что они сегодня увидели. Я, например, перед каждой операцией всегда смотрю видео ведущих хирургов мира, чтобы понять, как я буду операцию делать на следующий день. Это очень полезно. Медицина не стоит на месте. Постоянно внедряются новые разработки, которые позволяют увидеть то, что раньше было скрыто от глаз. Лечение, диагностика и даже операции. Лапароскопия, по словам врачей, метод эффективный и в то же время малотравматичный. После такой операции больной может на пятый день идти домой. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».